Ну, hello everybody, короче, самое время подвести итог и начать новую эпопею с 2.00, LDS, так сказать. Перешли на формат ПК-7, ну это потом объясню. Как оказалось, Зандер, он его хреново так немножко поддерживает, но не суть. Короче, буду пояснять и показывать и всё такое, шоу у нас нового за это время появилось. Ну, в принципе, так скажу, косметических правок было овер до хрена. Одна вот, например, которая даже не указана в чейнджлоге, ибо нафиг она и не нужна, в общем-то. Ну, например, добавили прям убер-эффекты попадания плазмы Бима по стене. Теперь видно это, как сварка работает. Я-то, кстати, за андронами, если чё. Можно он какую-нибудь залупу там нарисовать, не знаю. Далее. Из основного что? Добавлен теперь ПДА-магазинчик. Берёшь такой. У тебя, если есть маяк, забираешь его. И по дефолту теперь ПДА обладает тремя функциями. То есть первое нажатие, второе нажатие и третье. То есть вот первое нажатие, например, хопа, один раз, отключили щит. Два нажатия, это если мы купим какой-нибудь дрон. Три нажатия, это у нас активация самого магазина. Нажали три раза, видим вот такую убер-вексит-немюшечку. Здесь можно, в принципе, расти по категориям. То есть вот из всех вот этих деталей, что нашёл. Ну, я щитами пользуюсь на данный момент, поэтому пока не актуально. Это можно всё найти в течение самой игры. Патроны. Это, естественно, всё будет пополняться пока. Гранаты, гламурные мины, ну, лучевые и обычные мины. Это всё, что касается защиты. То есть, ну, видно, шард стоит. Ой, пардон. И последний у нас пункт меню, это апгрейды оружек. То есть, ну, на данный момент, который имеем, шотган, автомат, мини-ган, ракетница, гранатомёт, плазмоган. Ещё один плазмоган, только фиолетовый шариком. И BFG апгрейд. Ну, естественно, вот это самое дорогое. Ну, потому что самое такое, самое мощное, что ли. Далее. То есть, имея определённый набор инструментов, вы можете его, грубо говоря, приобрести. Делается это, в общем-то, так. Захотел я вот эту штуку, например. Жму. Вообще есть, купон Received пишется. То есть, купончик на покупку у меня есть. Они выглядят по-разному. Отличаются, по сути, только по цвету. Не почему более, в общем-то. И использовать их с помощью, можно, маяка. Ну, собственно, и нужно. То есть, берёшь, ставишь, получаешь. Вот он, получается апгрейд. Изначально у нас вот со спредом стреляет BFG только вот так. То есть, ну, три стандартных выстрела. У меня есть спред. Вот, если кто не видел, покажу. Тройной выстрел. Хоп, хоп, хоп. Дропнул все три спреда. Стал один. Беру тройной. У меня становится тройной. Беру BFG апгрейд. Беру немножко патрошков. Он использует 200 патронов за один выстрел. И получаем вот что-то следующее. Ну да, выглядит неплохо, я согласен. Далее, поехали. Перенесли из получения сразу ящиков. Ну, то, что я вот уже показывал. Да, сейчас покажу ещё раз. Гренадёрный ящик. Минный ящик и ящик с гламурами. То есть, раньше, если они падали в 1.99, грубо говоря, при отсутствии у вас определённого типа мина, вам сразу выдавался ящик. То есть, на каждый следующий, последующий спавн хабара через маяк. Теперь нет, это так не работает. Теперь надо, чтобы его получить, иметь вот эти вот две платки. Тоже вот. Уже есть купон activated. Смотрим, если он у нас в инвентаре есть. Вот он выглядит вот так. Ну, они по-разному все, как я уже и говорил. Берём его. И можно, кстати, обменяться с кем-то в онлайне, там, или ещё что-то. То есть, ну, что хотите, то и делайте. То есть, ставим маяк, активируем. Вот он, ящик с минами к нам прилетел. То есть, он восполняет 25 раз. Восполняет вообще все мины. То есть, лучше, конечно, когда у вас нихрена нет. То есть, грубо говоря, вот эти все мины выбросили. Сейчас вот чисто по приколу сделаю. Ну, показывать особо не буду. То есть, наступаешь. А, блин. Ладно, это потом поправим. Ну, как обычно, короче, сраный рассинхрон. У меня обычный мешок всё показывает, если что. Ну, вон, справа видно, если. А сейчас вот у меня показывает. Ну, это и ничего. Я это уже про эту хрень в курсе. Если что, исправим. В общем. За дроном у нас ещё замечательный ПК-7. Как оказалось, обрабатывает. Но не суть. Далее. Появился новый бот. Вот. Он называется Sentry Bot. То есть, по дефолту он... Ты его можешь чинить. Ты можешь восполнять патроны. Ты его можешь направлять на врага. То есть, ну, грубо говоря, он ищет определённую цель, которую найдёт. Он будет её искать по всей локации. Если какая-то у него затригерится цель. Другое дело то, что в онлайне это немножко не очень актуально. Потому что за дроном ложится от этого очень люто. Я бы как бы советовал отключать эту срань, если кто-то будет играть. Это уж другой вопрос. Но всё равно. То есть, по умолчанию эта штука выглядит как-то вот так. Покупаем её. Естественно, опять окупон. Вот, рыжий. Можно отдать кому-нибудь. Можно себе захапать, если выжмот. Так, так как у нас эта турелька, у нас, естественно, надо обладать только одной. Ну, естественно, можем только нести одну. То есть, вот этот ящик выбрасываем, если он у вас есть. Ставим эту штуку. Линия. Это, естественно, количество патронов над ним. Активируем эту срань. Там он reloaded bullets 0. То есть, ему не надо ничего деактивировать. И он как бы пока сам по себе. Ну, давайте какого-нибудь, не знаю, кибера, что ли, заспавним. Он кибер-демон. Обычный ванильный. Ну, вот и наблюдаем за этим процессом. Да, он как при попадании, он сам себя отхиливает. То есть, фактически, у него есть синяя руна. Ну, не буду вдаваться в подробности, но выглядит это приблизительно так. Вот, на данный момент видим, что, в принципе, кибер, он побеждает. То есть, с ванильным он справляется. Да, это дефолтный кибер. Ванильный, какой он прям есть. Именно в оригинальном Doom'е. Мы включили спавнер тоже. Наблюдаем за процессом. Вот, он потерял определенное количество патронов. Видим, собственно, по статус-бару. Подбегаем, кнопку использовать-используем. Вот и пишет. Патроны перезаряжены 337, мы в него всунули. То есть, его можно позвать, как и остальные дроны. То есть, то, что я говорил ранее. Две кнопки, два раза нажать на PDA. То есть, один раз нажатие, это отключает щит. Два раза нажатие, это зовет вот этих дронов. Три раза нажатие, это магазин. Но, по дефолту, можно, опять же, повторюсь, использовать кнопку P-латинская. То есть, она открывает сразу магазин. Далее, перенесли все вот эти вот значения. Так, сейчас, секунду. Кто-то еще на карте, шель, гуляет. Не будем его триггерить. Надоели они мне. Так, вот, по дефолту значение кнопки P. Вот, перенесли теперь покупку у нас дрон, который радиоуправляется игроком. Машинка тоже радиоуправляемая игроком. Пульт этот. Ну, давайте, поприкалываемся чисто. Для вот этих двух штук нужен обязательно пульт. Купили пульт. Вот он у нас, этот купончик. Берем. Пульт у нас есть теперь. Опять же, повторю, я использую читы. Как бы вот эти все штуки можно найти в процессе игры. С тех же киберов, с тех же импов. Ну, короче, все, кто обладает кибернетическими какими-то либо свойствами. Дальше. Нам нужно какая-нибудь, вот, допустим, не знаю, машинка можно собрать. Можно вот эту вот штуку собрать. Тоже вещь довольно-таки забористая. Еще есть купон activated. Да, спаун происходит каждые 30 секунд. То есть, вот, сейчас поставили, 30 секунд прошло. И вот эта турелька, которая, собственно, она мне нужна и была. Как это дело работает? Ну, я один раз показывал, покажу еще раз. Да, сейчас отойду. Вот. То есть, естественно, она дамажит игрока вот патронами. Ну, блин, лучше в себя не стрелять, короче. Сразу предупреждаю. И вот, например, давайте какого-нибудь кибера заспауним. Еще раз. Самон, кибер, демон. Я тебе постреляю, слово. Давай, 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 давай. Внизу у нас этой турельки статус-бар, армор, то есть, ну, хп же ее фактически. Прилетаем, можем в любой момент ее прилететь, вылезти, кнопка использовать. То есть, он садится. Вот видим тоже статус-бар, что патронов чуть-чуть не хватает. Он использует Demontage. Заряжаем, 104, все, все прекрасно, все есть. То есть, использовать ее можно неоднократно, сколько хотите. Пульт, как бы, и вот эти вот две штуки, они связаны, если что. Далее поехали. Все это перетащили. Ну, этот дрон стал дороже. Для тех, кто видел, что это такое, я думаю, знает. Ну, для тех, кто не видел, покажу. Это еще один дрон. Довольно-таки жесткий. Он сражается со всякими терминаторами и прочими на равных. Он автоматический. То есть, его направлять никуда ничего не нужно. Его просто призываешь, врагов он найдет сам. Ну, давайте, например, сам он... Я даже не знаю, кого там можно. Если я правильно сейчас помню, DarkCyberDemon. Ладно, обычных кибердемонов сейчас назовем. Вот, три кибера, короче. Ну, по крайней мере, пока что с ним дерутся. Ну, результат, собственно, как бы, видите, какой. Перезаряжать его по РК еще невозможно. То есть, не сделали еще. То есть, вот его... Даже если ловить, ничего с ним не будет. То есть, его можно призывать. Единственное, что он восполняет сам патроны. То есть, если у него их мало, он просто начинает летать и троллить врагов. Ну, просто, грубо говоря, их дразнить, мешать им стрелять. Ну, в общем, что угодно, но только не стрелять и не убивать их. Патроны восполнятся, он продолжает их бить, в общем. Ну, есть еще один дрон чуть послабее. И вот Tesla Tarrot. Турель Tesla. Которая дает X4 дамага на жидкости. То есть, если враг стоит на жидкости, на какой-нибудь, неважно, вода, лава, то есть, жидкая текстура. Главное, чтобы не кастомная. То есть, вот это один момент такой есть. Если текстура используется в паке не из думовского, не реагинального, то, увы, облом. Если из кастомного пака, то здесь ничего сделать нельзя. Еще раз. Оригинальный, значит, берем, покупаем, смотрим, как эта штука выглядит. Ну, вот он, опять купон. По дефолту эти турельки можно ставить с одной оружки. Она очень редкая, падает с арахно-теча. То есть, вот с этого товарища. То есть, его надо сначала встретить, его надо еще сначала убить. А потом уже, возможно, ты получишь эту турельку. Мы делаем МДК. Блин, не того убил. Бывает. Если выпадет она, я, в принципе, ее так и так покажу. Но, тем не менее. Ну да, как обычно, она, короче, не выпала ни хрена. Сейчас покажу, как она выглядит. Блин. Мышка. Во. Так, вот он, сила Тора. Конечно, из АПК-7 он немножко мудит, так сказать. Скажем, назовем это. Звуков опять нет. Но ничего, это в ближайшее время исправим. Так что все нормально. То есть, имеем турельку. Ставим ее. Выглядит она вот так. Заряжается она от селлов. Ну, не знаю. Давайте какого-нибудь кибердемона, опять же, призовем. Будем над ним издеваться сегодня. Ой, не-не-не-не-не-не. Стоп. С этой штукой она, конечно, не совладает. Это босс. Как ни крути. А вот кибердемон запас, например. Почти. То есть, вот таких вот штук, если понакупить несколько, поставить, например, кибера на воду. Вот сейчас даже поэкспериментируем немножечко. Ну, я бы не назвал это, конечно, водой. Это вообще тархун какой-то разлитый. Ну, ладно. Так. Ставим. А, блин. Забыл. Где эта штука? Вот она. Берем. Ставим. Сейчас. Би-вол. Все отлично. Далее ставим кибердемона. Сам он кибердемон. То есть, разница в уроне, она ощутима. Он стоял на жидкости, его распидорасило фактически буквально за секунду. По сравнению с тем, то, что я здесь показывал. Далее. Косметические правки коснулись еще некоторых вещей. Например, апгрейд на ракетницу. Стандартный. То есть, в каких-нибудь картах а-ля, вот, например, экстра, он будет не очень актуален. Он стреляет несколькими ракетами сразу. То есть, давайте еще раз. Магазин. Апгрейды. Вкладка. Вот он. Кущей скупу он активейтед. Выходим. Берем. Вот он апгрейд. Используем его. В принципе, он давно существует. Раньше он стрелял по три ракеты. То есть, начиная 1.9 там и прочие вот эти вот версии, которые он был. Теперь он заряжает всю обойму. И выглядит это как-то вот так. То есть, это стало намного полезнее, намного актуальнее. То есть, можете зарядить дефолтной кнопкой R. Можете разрядить. То есть, зарядили, передумали, разрядили. Alt-fire просто. Все. Зарядили, передумали. Стреляет обычно. То есть, можно как зарядить, так и разрядить. Далее. Ну, остальные апгрейды пока особо не трогали. Что, тут шотган такой же, это такой же. Ну, разве что, немножко поправили апгрейд автомата. Теперь он с подствольника бьет довольно-таки сильные ракеты. Это кластерный апгрейд для гранатомета. Это типа, плазмаган становится плазматическим дробовиком. Ну, то есть, такое прикольное. Это стреляет шариками с Alt-fire. Ну, ставит типа, липучие турельки. То есть, довольно забавная вещь на самом деле. Это надо уже по игре смотреть. Так сложно объяснить. Дальше. Вот эти все вещи теперь можно купить. Ну, те, кто более-менее хотя бы имеют представление, они знают уже. Мина показывал. И самое главное. Теперь реализован у нас система обмена вещей друг на друга. То есть, далее это будет дополняться. Все прочее, прочее, прочее. Это естественно. То есть, если вы хотите что-то поменять. У вас, допустим, не знаю, не хватает на дрона. Вот, предположим, у вас нет процессора. Или нет, давайте другую, потому что процессоров максимум сейчас есть. Читаем и играем. Я хочу, например, вот эту деталь. Мне нужно их восемь. Я ее беру, выбираю. То есть, первое, то, что я хочу. Второе, на что я меняю. Курс обмена два к одному. То есть, два отдаешь, одну получаешь. Все. То есть, у вас их восемь. Это, кстати, еще как вариант обойти сраной, в общем-то, обдолбанной, укуренной, я не знаю, как еще назвать, рандомизатор зандронума. То есть, как правило, вот эта штука, она была введена фактически исключительно ради того, чтобы, ну, как сказать, у вас есть, например, большая карта, вы при ее проходите, и у вас есть все детали, кроме процессора. То есть, почему рандомизатор не хочет при условии одинакового спавна этих всех частей выдавать вам процессор, там, с боссов, не знаю, с каких-нибудь мобов или еще чего-то. Ну, для нас загадка. Это спросите у того, кто это разрабатывает. Не знаю. Поэтому решили немножко обойти вот таким способом. Обмен, по сути, по принципу героев Heroes Might and Magic, если кто играл. То есть, то же самое фактически. То, что выбираете, то, что хотите, на что меняете, сколько меняете, все. С этим, как бы, все нормально. Далее будут добавляться запчасти. Просто на вскидку скажу, что дальше будет. И на перспективу, в общем-то, тоже. То есть, сюда будут добавляться запчасти. Сюда будут добавляться в основном турельки. То есть, вот эти значки, что значит? Абгрейд оружек, все на защиту. Далее, может быть, еще добавятся на ХП там и артефакты еще. Это посмотрим. Пока еще, честно говоря, сам не знаю. Будем, по ходу дела, выяснять, что больше нужно, что актуальнее, что как бы удобнее и т.д. и т.п. Далее. Ну, в общем-то, про магазин вроде бы все. То есть, все сказал. Обмен, турельки, все. Далее. Ну, тех, кто вообще не в курсе, что это такое. У нас есть еще Weapon Will. То есть, так называемое колесо оружек, где можно любой вот забиндить слот, например, оружку. То есть, чего нету ни в одном моде фактически. Ну, если есть, то это криво-костыльно сделано. У нас это максимально легко. То есть, например, хотите какую-нибудь плазму забиндить, не знаю, легендарную. Или, допустим, обожать или вы там шотгана, не знаю, хекса какой-нибудь. Использовать. То есть, вытащили ее. Текущая оружка отображается именно в окне этого. То есть, допустим, сет-слот. Ну, например, не знаю, какой-нибудь один, там, два, три. Я не хочу выставлять, я просто биндами не очень интересуюсь. Вот. У меня забиндено две вещи. Ну, и то тупо по фану. Ну, в общем, как бы вот так. Сет-слот, например, давайте ноль. Просто покажу, как это работает. Сет-слот ноль. Хекса добавляется вот сюда. То есть, идем теперь. Options, Customize Controls. Выставляем сет-слот. Так, weapon-слот нет-нет-нет. Сейчас, сет-слоты где-то они у нас были. А, вот. Use Inventory Slot ноль. Ну, я даже не знаю, что поставить. У меня, в принципе, очень много клавиш забито. Ну, не знаю. Давайте поставим вот эту кнопку. Слэш внизу. Теперь выходим. Эта панель закрываем. Она убирается у нас. Есть у вас, вот, например, вот эта оружка. И вы хотите резко переключиться на Хексу. Все. То есть, бинд работает вообще идеально. Как бы все с этим, никаких вопросов нет. И все прекрасно. Далее. А, по поводу косметического ремонта. Ремонта и косметических добавок того же Рокет Лаунчера. Совсем забыл. Во-первых, поскольку сейчас стала стрелять она не по три ракеты, а по семь и больше. Можно немного иногда читерить. Ну, например, сейчас покажу даже как. Самон легомосфера. Берем раз. Активируем. Заряжаем. Ну, согласитесь, выглядит, конечно, прикольно, но на всяких там тостерах это может немножко вызвать лаги. У меня серверная сборка компа, поэтому у меня, в общем-то, не лагает. Даже при условии того, что за дроном просто полная парашка. Ну, в общем-то, как-то вот так. И пока патроны вот бесконечно не закончатся, вот в правом верхнем углу есть значок. То есть вот так вот можно стрелять. Можно кого-нибудь зарашить, имея руну, то есть не наносит целый дамага или еще что-то. Да, касаемо косметических правок, например, бесконечные патроны сейчас не дают желтого экрана. То есть у нас сейчас больше в значки все перешло. Вот, израсходовал. Теперь, когда у меня бесконечных патронов нет, я стреляю только по 7. Все. Ну, для тех, кто не в курсе, если что, спред, это 3 выстрела одновременно по цене одного патрона. То есть, ну, это руна такая, скултаговская еще старая. Ну, поясняю просто. Далее, что у нас тут. По поводу БФГ. Ну, честно говоря, не знаю. Это особо незаметно будет именно геймплейному моменту. Раньше они были в виде монстров. Эти шарики, которые ты пускал. Вот эти, вот. Для любой БФГ, считай. И была суть в том, что для Зандра, для всех вот этих вот так псевдоназываемых портов, они очень сильно рассинхронивались. Особенно в онлайне. То есть, например, видишь двух киберов, и луч от этого БФГ исходит один исключительно. Потому что монстр рассинхронивается. Ну, если у него спецификация монстра стоит. Сейчас это все переделали. Например, сейчас даже покажу, как это работает. Если раньше, например, нельзя было убить, грубо говоря, ни одного кибера, пуская шар-девастатера, то есть он просто его немножко подамажит, и все. Сейчас вот можно сделать как-то следующее. То есть теперь, насколько я помню, 20 поставили мы линий. То есть 20 именно трейсеров. И получается, они фактически убивают всю вот эту мелкую шушену на повал. То есть даже один шар-девастатера стал намного более оптимизированным, намного менее лагучим и более сильным. То есть это не только, кстати, девастатера касается, и вот это и БФГ. То есть все, которые имеют лучи. То есть все, что вот у нас вот здесь есть. Пардон, не вот это. Ну, фриз. Фриз ее немножко переделывать вообще надо. Ну, в принципе, да. Тоже. Командер. Ну, все вот эти вот оружки. Это, если что, не доделаны. Одна скултаговская, одна нет. Так что на это особо внимания не обращайте. Это, в общем, одни и те же оружки визуально, но они немножко вот отличаются по стрельбе. Это я так чисто лирически отступил. Далее что? Теперь спред руну можно дропать. То есть теперь ничего не нужно. Забинденную скултаг... Ой, захардкоженную скултаговскую руну, которая раньше была, которую ты никак не поправишь, ни еще что-то, переделали на свой лад. То есть вот я без спреда. Я беру, я со спредом. Я ее могу просто взять и выбросить. То есть у меня теряется навык этого спреда. То есть вообще просто шикарно. Можно носить три штуки. Ну, естественно, делиться там с корешами и прочими, как хотите. То есть вот как и рунами по три штуки можно таскать. Просто дали кому-нибудь в онлайне, он вам сказал, что вы такой замечательный человек и все такое прочее. Далее что? Увеличили число дропов всяких механических, вот там плат, прочего, прочего, прочего с обычных мобов. То есть, ну вот я даже киберов убил, тут видно, раньше падало в 1.9.9 и ниже падало по одному максимуму, то есть какой-нибудь запчасти. Теперь падает по две, по три, там по четыре. Ну, в зависимости от того, насколько жирная задница у этого моба. То есть, это тоже такой момент, но это дальше будем подгонять под, грубо говоря, силу моба, под, в общем, его убиваемость. Ну, чтобы не делать так, чтобы у нас было, получается, там с одного какого-нибудь сраного кибера, который убивается просто одной тычкой, падает куча деталей, чтобы потом можно было в магазине сразу все скупить по скидкам и с продажам, так назовем это. Так, далее что? А, ну, самое главное, то, что у нас это теперь не требует патча для запуска на GZ Doom, то есть 1.9.9 раньше как запускалась, LSD версия на 1.9.9, плюс LSD, GZD, там, фикс патч и прочее, прочее. То есть у нас это сейчас первая самая версия, которая не требует никаких патчей. То есть вот сейчас я сижу на задронами и, ну, в общем-то, даже вот сейчас, не знаю, видно, нет. Давайте в сел выйдем. Вот, да, за дроном, короче, видно даже. Записывает оно, да, записывает. Так, за дроном 3.0. Все, все прекрасно. Все работает. Давайте поприкалываемся в GZ Doom. Заходим, это закрываем. Вот, список, кстати, представлен изменений. Это, если что, не полный список, сразу говорю. То есть это частичный только то, что не забыли просто вставить. За два месяца сделали намного больше. Далее. Вот он, GZ Doom. Вот у меня батник есть, вот. 4.3.3. GZ Doom версия 4.3.3, последний. Вот, смотрим. Я через батник запускаю, мне так проще. Никаких патчей, повторю, ничего уже больше не надо. Соединять моды и прочее вы уже, как бы, на свой страх и риск делаете. Вот, и имеем то же самое. GVOL. Я бы, на самом деле, советовал больше все-таки играть под зандроном, даже он флайн, потому что все же мод больше оптимизирован в сторону него, но если на какие-то GZ Doom баги и прочие феньки будут, как бы, пишите мне там в личку, в Дискорд, не знаю, куда-то хотите. Но, повторюсь сразу, для GZ Doom это второстепенный идет. То есть он запускается, он работает, но какие-то мелкие фокусы могут быть немножко криво. Да, и по поводу нечитабельности ПК-7 нормально зандронному, чтобы все просто понимали. Есть вот у меня вот такая рушка, я ее показывал. Звука на зандронами в ней нет. Здесь же все прекрасно работает. То есть мы это видим, мы это слышим, мы это ощущаем. Зандронами звука нет. Ну, почему, я даже не знаю. Спросите у тех, кто это кодил, в общем-то. Просто прозвлекаемся чуток. Это одна из самых сильных оружий. Не, ну как не самых сильных, а самых редких, я бы даже сказал. По поводу GZ Doom, вот просто, чтобы вы понимали, почему он тоже полная лажа, ну полная G просто, мягко скажем. Берем, просто стреляем под спредом. Вы меня, конечно, извините, но спрайтовая игра 94-го года на сборке компа почти за 350 тысяч. Это вот так вот лагает, но, блин. Это, кстати, одна из причин, почему мы хотим сделать собственный порт. Это вообще звездец. Такого быть в принципе не должно. Мод весит 200 мегабайт. И, в общем-то, передача всех данных и трафика и прочего, ну, блин. Вот чтобы вот так вот еще раз лагало, еще раз показывает. То есть FPS, ну, не в нули, ну, конечно, падает, но где-то ниже 10, но это жесть. Это на видеокарте RTX 2080 Ti 7740X. Вот так вот лагает. Это, блин, это жесть. О какой там мультипоточности в этом газодуме идет речь, я вообще не знаю. Да пошел бы. То есть все основные фичи показал. В газодуме звуки работают с форматом ПК-7. Ну, в общем, всем спасибо, всем пока. Если что-то забыл или еще что-то, пишите в комментарии в личку. Там прочту, решу. Если какие-то баги, опять же, еще что-то. Это, естественно, все в Discord желательно. Ну, либо в группу ВК, я ссылку оставлю в описании. Да, по поводу еще лаунчера. Я, честно говоря, сразу говорю, не знаю, сколько он будет стоить. Я не знаю, когда он выйдет. Мы только его начали. То есть наш лаунчер, он, да, будет сначала базироваться на газодуме, но потом он будет, в общем, полностью переделан. То есть потому что газодум, да, она немножко лучше Зандры, чуть-чуть. Но прям говорить, что основательно, что там делают апдейты там на него и что это кардинально меняет, нет. То есть чисто вот для примера, хочу просто показать. Сейчас вот где у нас тут мины есть. То есть лучи вот здесь вот у этой мины смотрят вниз. У Зандра смотрят вверх. Почему? То есть что у них там с математикой? Не знаю, что у этих чудиков там вообще происходит в голове. Я понятия не имею. Просто судя вот по тому, как вот лагалась сейчас вот у меня ядерка, просто три сраных спрайтовых оружки, ракеты точнее, создали несколько спрайтов больших, которые заставили лагать эмулятор игры 94-го года. Это просто звездец, товарищи. Ну и, собственно, по поводу карт. Чтобы все понимали, чтобы наверняка... Нам... По поводу даже карт и лаунчер одновременно. Есть вот у нас такой проект, называется... Я в Brutal Group, думаю. В общем, кидал пост на эту тему. Ну, просил, чтобы кинули. Вот, например, Map02 Extra. Сейчас даже покажу. Ну так, на вскидку, что это такое. Сейчас он прогрузит. Тоже вообще шедеврально, блин. То есть, карта формата, вот, чтобы все понимали, масштаб трагедии. Те, кто маппингом занимается, в общем-то, поймут. Сейчас это выглядит, конечно, не особо, ахти напоминает сильно очень хорошую карту, но вот... Для тех, кто имеет представление, держу в курсе, как говорится. То есть, заслуги перед отечеством. Вот я это хотел пояснить. То есть, те, кто захочет его в дальнейшем, этот лаунчер получить нормально, там, бесплатно, без всей прочей вот этой всей проволочки. Говорю сразу и уточняю. То есть, он будет доступен только тем, кто будет помогать развивать именно сам LSD проект. Чтобы еще раз говорю, чтобы еще раз понимали, у нас вот, допустим, Doom LSD идет именно сам мод. Потом у нас дальше идет Listeron, это сам уже проект именно этого лаунчера. То есть, и экстра маппак. Ну, естественно, самое простое это научиться маппить и помогать нам в этом деле. Потому что я, чисто теоретически, хочу сделать 32 карты подобного формата. То есть, если кто-то знает UDMF, если кто-то умеет делать 3D-полы, там, наклонные плоскости, без скриптования, даже не обязательно, сразу говорю. То есть, можете писать в личку, можете писать, в общем-то, в Discord. Да, только одна просьба. Если заходите, пишите вот в прихожке. У нас есть прихожка. Пишите, что пришли, зачем пришли, что хотите и прочее. Потому что без этого я просто не приму. То есть, объясняйте сразу, и конкретно какой целью здесь. Так что, в общем-то, все на этом. Если что-то забыл, потом скажу, расскажу, покажу. Ну, в общем-то, всем писем, лав. Остальное, все вот эти вот недовычеты ПК-7, которые не умеют за дроном, мы справим в последующей версии. Так что, следите за обновлениями, подписывайтесь на канал, кто хочет, и т.д. и т.п. Всем пока.